Телеурок Здравствуйте, ребята! Меня зовут Ирина Николаевна, и вместе с вами мы сегодня проведем урок математики. Громко прозвенел звонок, начинается урок. Наши ушки на макушке, глазки широко открыты. Слушаем, запоминаем, ни минуты не теряем. Девиз нашего урока – знаешь, говори, не знаешь, слушай. Ребята, у нас с вами сегодня необычный урок математики – урок путешествия. Отгадайте загадку, и вы узнаете, на чём мы с вами отправимся в путешествие. Стальная кобылица по степям лазурным мчится, пробежала сотню верст, отцепила длинный хвост. Верно, это поезд. А чтобы узнать, с кем мы сегодня будем путешествовать, вам нужно расставить числа в порядке увеличения. Каждой цифре соответствует буква. С кем же мы будем путешествовать? Верно, со смешариками. Ребята, смешарики пригласили нас в гости в страну смешариков и приготовили для нас очень интересные задания. Каждый смешарик после выполнения нами задания будет давать нам букву, из которых мы в конце урока составим с вами слово. А какое узнаем в конце урока. Как вы думаете, справимся мы с вами? Смешарики желают вам успехов. Будьте все внимательны, а еще старательны. Первое задание для нас приготовила Нюша. Она хотела бы с вами поиграть в игру правильно-неправильно. Если ответ правильный, вы записываете плюс. А если неправильный, то записываете минус. Восемь больше, чем четыре. Да, плюс. Десять – это шесть до четыре. Верно, плюс. Сумма чисел девяти и трех равна восьми. Нет, минус. К нулю прибавили четыре и получили пять. Минус. Прекрасно вы справились. И с этим заданием Нюша дает нам букву С. Ребята, а следующее задание для нас приготовил Бараш. Бараш приготовил для вас примеры и просит вас решить их. Проверяем. Одиннадцать, девять, семь, одиннадцать, двенадцать, десять, тринадцать. Молодцы, справились с заданием. И Бараш также нам дарит букву П. Тема, ребята, нашего урока – сложение однозначных чисел через десяток вида. Плюс четыре, плюс пять, плюс шесть. Сегодня на уроке мы с вами узнаем способ сложения двух однозначных чисел с переходом через десяток, когда одно из слагаемых число – четыре, пять или шесть. Научимся складывать однозначные числа с переходом через десяток, так же, когда одно слагаемое число – или четыре, или пять, или шесть. И сможем применить свои знания в повседневной жизни. Крош предлагает вам перейти к составлению таблицы сложения однозначных чисел с числом четыре. Сразу определим, какие домики нам нужно посетить, чтобы справиться с таким заданием. Правильно, нам нужен домик с номером десять, чтобы знать, как будем дополнять первое слагаемое до десятка. Еще нам нужен домик с номером четыре, чтобы вспомнить состав числа четыре нашего второго слагаемого. Посмотрите на эти домики. Итак, решим первый пример. Семь плюс четыре. Раскладываем второе слагаемое четыре. Нужно дополнить первое слагаемое до десяти. Посмотрим, кто живет с числом семь. Это число три. Найдем его пару. Посмотрим на состав числа четыре. В домике с таким номером рядом с тройкой живет единица. Начинаем считать. Семь плюс три – десять. А десять и один получим одиннадцать. Следующий пример. Восемь плюс четыре. Представим второе слагаемое в виде суммы удобных чисел. Первое из них должно дополнять первое слагаемое восемь до десятка. В домике под номером десять рядом с восьмеркой живет двойка. Определим пару в составе числа четыре. В его домике рядом с двойкой стоит тоже двойка, ведь четыре – это два и два. Восемь плюс четыре. Выполняем сложение. Восемь плюс два будет десять. И десять плюс два будет двенадцать. Вот так выглядят примеры из таблицы сложения однозначных чисел с числом четыре. Крошь дарит вам букву «А» и просит запомнить данные примеры. Надеюсь, вам понятно, как нужно находить результат в примерах на сложение с переходом через десяток. Ребята, ёжик предлагает вам перейти к таблице сложения однозначных чисел с числом пять. Вам нужно подумать и решить данные примеры самостоятельно. Проверяем. Шесть плюс четыре будет десять, а сумма чисел десяти и одного равна одиннадцати. Сначала прибавим семь и три. Мы получим десять. А затем к десяти прибавим два. Будет двенадцать. Молодцы! Закончили составлять таблицу на сложение однозначных чисел с числом пять. Ёжик дарит вам букву «С» и даёт вам задание выучить данные примеры. Ребята, лосяж приготовил для вас следующее задание. Рассуждая аналогично, решите примеры из таблицы сложения однозначных чисел с переходом через десяток вида плюс шесть. Проверим правильность ваших вычислений. Лосяж надеется, что все ребята справились с его заданием. И дарит вам букву «И». Наш урок подошёл к завершению. Савунья просит вас подвести итог. Сегодня, ребята, на уроке мы узнали способ сложения двух однозначных чисел с переходом через десяток. Когда одно из слагаемых число четыре, пять или шесть. Научились складывать однозначные числа с переходом через десяток. Когда одно слагаемое число четыре, пять или шесть. И теперь можем применить свои знания в повседневной жизни. Молодцы! И Савунья дарит вам букву «Б». Оцените свою работу на уроке. Кто справился со всеми заданиями, нарисуйте красную звёздочку. У кого были ошибки, но потом разобрался и исправил, нарисуйте зелёную звёздочку. А кому было совсем непонятно на уроке, нарисуйте жёлтую звёздочку. Посмотрите, что получилось. Какой буквы не хватает? Правильно, буквы О. Я вам её дарю. Спасибо вам за работу. На этом наш урок окончен. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...